Добрый день! Сегодня 27.11.2017 года. Ответка Зюганова будет сегодня звучать. Наверное, вот эта тема мне и самому надоела. Но понимаете, ситуация такая, что зюгановцы вещают этого савдеповского нашего зомбоящика. Ответа им никакого. Абсолютно. Не от представителей Единой России, не от каких-то других. Где-то, может быть, Жириновский касается вот этих вопросов. Но вот последнее выступление пропагандонства Зюганова. Я акцентирую просто те, кто жил в наше время, я ничего удивительного не скажу. А те, кто при савдепе не жил, ну, это, может быть, конечно, их может вводить в заблуждение. Вот все эти. Карпчуки, Кучмы, Вальцманы, сын вора и коммуниста. Ну, не коммунист, но сын вора и коммуниста. Поэтому вот эти выступления зюганова, оно было состояло из такого трепа, что нынешняя власть не внедряет ни новых технологий, ни каких-то, не делает таких прогрессивных шагов и так далее. Я вот давайте прямо вот по пунктам, я, наверное, еще поразберу его, так сказать, выступление. Но пока вот этот, чья бы корова мочала. Причем я вот замечаю, что они немножко вот с моего канала воруют какие-то вот, когда я прибегаю к критике кремлятам и тому подобное. А мне это вот неприятно, поэтому я и особо отвечу. Чья бы корова мочала в отношении, так сказать, властей нынешней нам, которые тоже, в общем-то, состоят из коммунистов, но которые где-то от своих немножко до вроде как отошли. То вот давайте... А чё ж вы-то не внедряли, Зюганов? Вы-то чё, Зюгановцы, Вы, Хунвоебины, Джугашвилевцы, Прохановцы и прочая публика там, Байко и прочее. Что вы внедряли? Генетику вы внедряли? Вы хорошо её внедрили, когда убили академика Лавилова, замучили. Потом сейчас рассказываете, что жертвы так были, единичные там. Вот если даже таких людей, академиков, ни во что не ставили. Можно представить, что делали там с простыми людьми, если там генералов ни во что не ставили, адмиралов ни во что не ставили. Ну вот хочу сказать, что господина Заварыкина вы хотели расстрелять, да? Сбежал. 20 годовых бюджетов Савдебовской России. Вот как по самым скромным отчётам можно оценить изобретение телевидения. Всё спустили, так сказать, в канализацию. Ну, что сказать ещё? Вот что вы ещё особенно, так сказать, внедряли вы там сами? А, ну вот, кибернетика. Кибернетика у вас оказалась, это вот, все это вот компьютеры, это всё, что сейчас зюгановцы сидят и барабанят нас своими этими кривыми пальцами по клавиатуре. Это вот всё, это всё кибернетика. Чего же вы забыли? Давайте продолжайте орать, давайте, что генетиков убивать, кибернетиков убивать. Чего же там, в чём вдруг проблема? Почему вы пересели все на западные иномарки, ездите, получаете? Вот господин Локоть-то у нас тут коммунист, да? Три миллиона получает, да? Хорошие деньги, так сказать. Я полагаю, что ни на шестёрке, ни на пятёрке ездят, ни на советской. Вот я хотел бы вот этот, как бы, момент, так сказать, заострить. Я также хотел бы спросить, а чё так вот это вот не внедряли? Ну вот враг Джугашвилицев, Хунлыбинов, Сергей Павлович Королёв, создал технологию, которую, мол, лет на пятьдесят опередили американцы. Чего вы всё спустили? Почему всё оказалось у американцев? Почему вы проявили себя, как всегда, как в семнадцатом году, когда сдали нашу победу над Германией, так сказать, за полушку? Что же вы не внедряли, не развивали? Почему Джипперс появилось у американцев? Почему сейчас, почему к восьмидесятым годам уже ощущалось наше отставание в космос? Как это так вот получилось? Как вот так вот можно было всё спустить? Вас же, Сергей Павлович Королёв, умер, у него были сломаны вами две челюсти. Вот так вы помогли развитию нашей страны, вот это вот ваш весомый вклад, в кавычки. Ну вот он, враг, не мешал уже. Он же обманом внедрил всё, обманул вас, говорил, что это всё для военных целей, вы не думайте, что это про космос. Ну что ж, дурачками нельзя же спорить. Вот. В какие страны, собственно говоря, вы, давайте вспомним, 70-е, 70-е годы, когда многие люди жили без телефонов, обыкновенных проволочных, не радио-телефон, без холодильников, без телевизоров, вот, когда дачу надо было, что в 6 соток у вас выпрашивать, когда владение на квартиры, даже передать по наследству квартиры, русский человек не мог, не имел права выехать. Что вы продавали? При той полноте власти, что денег, финансов, то, что вы подмяли, всё, что люди должны думать, что говорить, и всё. Что вы продавали? Во Францию, в Германию, в Голландию. Можете назвать словоблуды и краснобаи хотя бы что-нибудь? Правда, конечно, мы третьеразрядные страны, кое-что какие проекты мы осуществляли, ну, да, и честь, и хвала русскому народу, который вот это рабским трудом, но, к сожалению, и эти ваши идеи, к сожалению, они рухнули, потому что ничего из 100 миллиардов долларов, на которые мы имели долги, нам ничего не отдали. Зато американцы, поддерживая САБДЭПовский режим, это сейчас они говорят, что они бан, на самом деле, они его финансировали, отваливали кредиты, вот, ну, и что, собственно говоря, что нам вернули? Ничего не вернули. А мы, нас, западный мир, как только САБДЭПовский режим ушел, вся поддержка кончилась, нас стали требовать каждую копейку, проценты, все давай быстрее, немедленно, никакого рефинансирования, никаких поблажек, ничего, самым жестким образом с Россией, так сказать, обошлись. И начали дудеть про свою какую-то там победу. вот, я думаю, что как раз это большое поражение для Оилл-Стрит, что коммунячий режим рухнул, и вот так вот беззастенчиво грабить, воровать из России подкупом, шантажом и прочими, прочими диверсионными такими шагами, уже как бы затруднительны. Также Зюганов упомянул, что там вот, ну, я тоже об этом упоминал, что вот горе у коммунистов, у нас тут правят коммунисты, потому что у нас путем подделки выборов пришли коммунисты, меньшинство подавляющее к власти. Ну, подделали вот так удачные выборы наши власти и областное собрание, областной совет. И вот как бы у нас получен рекордный урожай зерна, и вот у коммунистов большая, они не знают, что делать, куда, у них это горе. Во всех странах это радость, более-менее как это неслабоумных, неслабоумных руководств, а у них это горе. Ну, я сейчас замечу, что вот сейчас посыпались упреки, там вот, вот сельская хозя, любимый конек Зюганова, но я хочу сказать, что господин Черчилль сказал, что вот мало мы там продаем зерна сейчас, то согласен мало. Может быть и урожайность небольшая, может быть и не все площади заняты, так сказать, после коммунячьего развала, но хочу сказать два момента, я сам критиковал с удовольствием сельское хозяйство, но не Зюгановцам, не Хунвыябинам, Джугашвилевцам рот об этом открывать, дело в том, что господин Черчилль сказал, что он хохотал до слез, когда узнал, что Россия, которая кормила половину мира, начала поставлять зерно, он начал закупать зерно, закупать, какое поставлять, там речи об этом не шло, ну а сейчас все же при всех вот минусах, при том, что возглавил сельское хозяйство, с Кубани, да, с антикоммунистической, так сказать, области, где коммунисты уничтожили полтора миллиона казаков, да, там где-то кубанских казаков где-то 40 тысяч уже оставалось, наверное, почти полный ноль, вот, и как бы вот ситуация, к сожалению, вот такая, и я не знаю, чем тут, я бы на месте господина Зюганова, если он, ну, хотя, не дай бог мне на его месте казаться, вот, ну, наверное, надо было эту тему обходить, наверное, является уже позорищем, то, что сейчас Россия продает зерно, а они закупали и не знали, еще не знали, где, при том, что у них нефть, газ, золото, алмазы, они еще не знали, где денег взять, они еще залезали в долги, как-то умудрялись, вот, вся вот эта вот, как бы, тусовка. Все время он нам жалуется на своего однопартийца Ельцина, мы должны в их дрязгах, в их разборках разбираться, а я посчитаю, что просто, ну, как бы, желательно их всех сплавить в Северную Корею, они же у нас интернационалисты, но почему-то ни в Корее, ни в Китае, в котором там положение лучше, ну, ладно, Китай сейчас ревизионистская страна, он, кстати, там все хвалится Китаем, это уже излюбленная их тема, ну, вот, напомню, хочу напомнить всем, что власти там стоят в Китае враги хунвейбинов, то есть враги джугашвилевцев, тех самых, господин Дин Сеупин, враг народа, враг хунвейбинов, вернее, который пострадал от этого, может быть, поэтому и какие-то реформы идут, потому что он испытал на своей шкуре все прелести социализма, ну, и, конечно, площадь Тяньаньмэньк, это коммунисты учинили там кровавую расправу, но все же она сподвигла, что все оставлять по-старому, можно всего лишиться, что всего, ну, и хочу сказать по китайскому варианту, ну, Китай тупо, ну, вот это Ленин бы их на кол сажал, какие-то коммунисты, когда они открывают иностранные фенвелиалы за рубежом, работают по капиталистическим законам, на частной собственности, позволяют иностранным компаниям работать у себя, я напомню труды господина Ленина, может, Зюганов его компания ничего не знает вообще, что первыми его декретами там было банк национализировать, все имущество, сгрести, вот в результате такой национализации вклад Марины Цветаевой, поэтессы, изъяли, ей нечем было кормить, она работала у Джигашвили в Совете национальности за гроши, вот, детей у нее забрали в приют, поскольку она не справлялась с тем, чтобы ей вклада же не было, накоплений не было, и в результате они умерли, а потом эти люди рассказывают, да никто почти не пострадал, так, миллиончик, два, ну, может быть там вот всего лишь, а может вообще 10 тысяч, вот как бы я хотел вот эту ответочку включить, пусть, ну, надеюсь, что может кто-то где-то перешлет ссылочку кому-то рота из коммунистов заткнет, так сказать, пусть как бы я считаю, что народ должен знать, вот особенно молодые люди, что как оно было в реальности, а не на ну, и вот по поводу вот их вот этих блудней, вот этих россказней, как мало у нас там пострадало, что съели они совершенно небольшое количество людей, и что в других странах тоже ели, следовательно, и все хорошо, значит, все идет как и путем, я только приведу один как бы пример, что вот самое лучшее это убивать их цифрами, статистиками, вот когда они визжали про индустриализацию, я привел, что в пик их рассвета они производили 24 миллиона тонн, Хунвейбины Джугашвили производили, очень радовались, Англия, маленький остров производил, 160 миллионов там. Теперь что еще хочу упомянуть, вот цифры статистики, чтобы вам ясно было, вот перед коммунячьим Майданом в России жило где-то каждый 17-й житель, сейчас каждый 50-й вот и подумайте, сопоставьте, могло ли это быть без репрессий, без гнобления русского, уничтожения русского народа, да и не только русского и казахского и узбекского и какого угодно, понимаете? Всего доброго, субтитры субтитры